Работа в России теперь в едином стиле. В регионе завершается модернизация кадровых центров. Обновляются не только здания, в которых размещаются службы, но и меняется сама система работы с клиентами. Гульнара Шарипова побывала в службе занятости Засвияжского района и узнала, какие способы в поиске работы оказываются самыми действенными. Офисная техника на полу, часть мебели в коридорах. Вот уже три месяца сотрудники и клиенты центра занятости Засвияжья в стесненных условиях. Причина тому – ремонт, долгожданный и необходимый, объединяющий в едином стиле службы по всей России. В целом в Российской Федерации все фидеалы и центры занятости будут в едином стиле. Стиль работы в России. Что касается внутренних наших изменений, наши специалисты проходят обучение. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации проводит обучение специалистов всех субъектов. Новые знания дают и в регионах, например, на ярмарках вакансий. Проводятся они ежемесячно. В конце сентября мероприятие провели сразу в четырех районах. В Засвияжье совместно с центром опережающей профессиональной подготовки. Присутствуют выпускники пяти колледжей, но не все, а некоторые специальности, которые проходят возможность получить дополнительные знания. Знания, которые связаны, как оформить портфолио, как оформить резюме, для того, чтобы по окончании техникума они могли разместить свою информацию на сайте работы в России. Преимущество ярмарки вакансий заключается в том, что здесь присутствуют первые или вторые лица кадровых служб. На некоторых предприятиях директора по развитию, на некоторых предприятиях директора по кадрам. Они имеют возможность обсудить соискателями самые тонкие вопросы трудоустройства на своем предприятии. 15 предприятий, более трех с половиной тысяч вакансий. В топе самых востребованных специальностей водители, станочники, слесари механосборочных работ. По инсплементальному отрасли в данный момент, я так понимаю, у всех кадровый голод. Потому как производство наше, оно уникальное и в составе любого завода является высокоэффицированным. Хотелось, конечно, видеть по таким специальностям у себя, как фрезеровщик, токарь, шлифовщик, фрезеровщик с ЧПУ, токарь с ЧПУ. Ждем, конечно, в первую очередь, надеемся, молодых ребят с профессиональным образованием. Молодым и уже имеющим опыт трудоустройства, соискателям помогут найти работу в кадровых центрах. Несмотря на ремонт, все службы функционируют на полную. Уже в октябре во всех 22 филиалах завершатся строительные работы. В ноябре установят новую технику и мебель. После чего работа в России обещает стать одним из самых востребованных и эффективных сервисов по поиску работы. Гульнара Шарипова, Денис Миронов, Вести, Ульяновск.